Данный ролик вышел благодаря этим ребятам. И снова рад приветствовать уважаемых подписчиков и гостей канала. Раз уж вы оказались здесь, то наверняка хоть что-то знаете о существовании операционной системы GNU Linux. И представляете, что такое работа с терминалом. Зайдя в терминал на практически любой свежеустановленной GNU Linux системе, мы попадаем в командную оболочку под названием Bash. Это своего рода интерпретатор команд, который мы пишем в действие для машины, которую она должна выполнить. Однако тот же Bash не так прост, как кажется. Его можно тонко настроить и кастомизировать по вашему вкусу. Кроме того, помимо Bash, есть и такие популярные вещи, как Fish, ZSH и многое другое. И обо всем этом мы с вами сегодня и поговорим. Кстати, раз уж мои видео интересны начинающим IT-специалистам, то возможно вас заинтересует сфера фронт-энд разработки. Спрос на специалистов данной сферы только растет. Она подойдет всем, кто хочет создавать и управлять интерфейсами. Видеть, как его работа воплощается на экране. А стать фронт-энд разработчиком можно, пройдя уникальный в своем роде курс от образовательной платформы Kata Academy. Главное преимущество здесь, что оплата производится только после вашего успешного трудоустройства по специальности. А Академия гарантирует, что ваша первая зарплата будет не менее 80 тысяч рублей в месяц. Это прописано в договоре. Если студент не тянет программу, он будет отчислен. И за обучение ничего не должен. Если не найдет работу или зарплата будет меньше гарантированной, то тоже ничего не платит. Если же он окончил курсы и его приняли на работу по специальности, Kata берет 17% от его зарплаты в течение двух лет. У каждого может быть свое мнение на данный формат оплаты. Но если вы тот, кто начинает с самых низов и не имеет денег на дорогостоящие обучения, то думаю, данный вариант окажется для вас интересным. Kata Academy в свою очередь поможет с трудоустройством в компании Москвы и Петербурга. Так что возможно именно сейчас тот шанс, когда ты можешь изменить свою жизнь. Ссылка в описании под роликом. Итак, возвращаясь к теме сегодняшнего ролика. Bash, Fish и ZSH это далеко не единственные командные оболочки. Однако именно они самые популярные на сегодняшний день. Если мы зайдем на любой новый сервер, мы видим не сконфигурированный Bash. Наши файлы и папки не будут иметь цветовой схемы. Командная строка не будет выводить наше местонахождение в системе и имя пользователя. Однако мы можем все это настроить нашим Bash, используя конфигурационный файл bash.rc. Помимо цветовой схемы отображения директории, мы также можем добавить алиасы для ввода новых команд в нашу оболочку, добавить значения переменных, собственные скрипты и многое другое, что только придет вам в голову. Bash использует по умолчанию в большинстве GNU-Linux систем. Теперь давайте рассмотрим, что же такое ZSH. Установить его можно прямо из репозитория вашего дистрибутива. После установки переключаемся на командную оболочку ZSH. И как вы можете наблюдать, она также не отличается особой функциональностью по умолчанию. Однако есть замечательный скрипт под названием OhMyZSH. Это своего рода созданное сообществом набор конфигурационных файлов и плагинов, добавляющих в ZSH множество удобных функций, которые включают подсветку файлов и папок, отображение времени команд, автозаполнение команд, основываясь на вашей истории, отображение подсказок и многое другое. Все это можно подключать, отключать, настраивать под себя, добавлять дополнительные плагины через конфигурационные файлы. Пойдем дальше и давайте установим фиш. Сделать это точно так же можно, используя репозитории вашего дистрибутива. После этого мы переключим нашего пользователя на командную оболочку фиш. Затем, зайдя в фиш, он выведет нам ссылку на локал хосте, которая будет вести к интерфейсу для конфигурирования нашей новой командной оболочки. Эту ссылку мы можем открыть в нашем браузере, выбрать цветовую схему, отображение вида командной строки, вводить новые функции или изменять существующие, добавлять локальные переменные, просматривать историю команд и многое-многое другое. И настроив все под себя, вы можете вернуться к использованию командной оболочки. Гораздо более нагляднее будет, если мы сравним эти три базовые командные оболочки, выполнив одинаковые действия и наблюдая, как оболочка взаимодействует с системой. К примеру, используя бэш, даем команду cp, то бишь копировать, и начинаем вводить какой-нибудь флаг. Нажимаем таб, и бэш по сути дальше ничего не делает, просто добавляет ключ. Теперь воспользуемся zsh. Вводим ту же самую команду для копирования cp. Добавляем флаг, и zsh предлагает нам варианты ключей для команды cp, которые мы можем использовать, дополняя их подсказками, для каких действий подойдет тот или иной ключ. Теперь давайте воспользуемся командной оболочкой fish. Вводим команду cp, начинаем вводить флаг, жмем таб, и fish точно так же отображает все варианты, которые мы можем использовать в удобочитаемом формате с подсветкой для лучшего понимания. Преимущество более чем очевидно. Также одним из преимуществ командных оболочек zsh и fish является улучшенная навигация по директориям нашей операционной системы. К примеру, если в bash мы, перемещаясь по директориям, табулируем возможные варианты, то командная оболочка их просто отобразит, в то время как zsh и fish позволяют нам уже сразу выбрать директорию, в которую мы хотим переместиться. Еще один пример. Если мы хотим выполнить неправильную команду, или выбрать несуществующий файл, bash и zsh просто выдадут ошибку лишь после того, как мы отдадим команду, в то время как fish сразу начнет выдавать красный предупреждающий свет еще на этапе написания. Другой интересный пример. Мы можем, например, написать эхо, черный треугольник, и задать прямо здесь, в командной строке, цвет отображения. И fish с этим прекрасно справится. Также в fish мы можем производить математические вычисления, используя команду match. Это сделать невероятно проще, чем те же математические вычисления делать, используя голый бэш или zsh. Помимо этого, fish также поддерживает режимы vim. К примеру, мы можем набрать команду, а потом переключиться в визуальный режим, точно так же, как в текстовом редакторе vim. Использовать клавиши навигации vim для перемещения курсора, сочетание клавиш для удаления, копирования или вставки строк. И все это прямо в командной оболочке. Так же, как в zsh есть скрипт ohmyzsh, в fish есть скрипт ohmyfish, который создан сообществом и содержит конфигурационный файл и плагины для настройки фиш в одну команду, чтобы сделать ваш фиш максимально удобным сразу из коробки. Однако, несмотря на, казалось бы, очевидные преимущества фиш, не стоит забывать и о том, что она несколько сложнее в настройке, особенно если мы используем ее на сервере, где у нас ограничены наши ресурсы, в то время как бэш присутствует практически в абсолютно любой системе. Конечно, до настроить бэш можно аналогично фиш, однако все это выйдет намного более дольше. И если бы нужно было выделить фаворита среди трех данных командных оболочек, то фиш, безусловно, был бы лидером. Возможно, данной командной оболочке стоит выделить отдельное видео на канале. Если это так, обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а на сегодня у меня все, друзья. Все полезные ссылки по данной теме вы можете найти в описании под данным роликом. И спасибо вам, что досмотрели данное видео до конца. Субтитры создавал DimaTorzok